Доброе всем время суток! Этот видео урок как дополнение к видео выпуску на доске, который посвящается тому, как посмотреть и определить трафиковые запросы у сайтов конкурентов. Собственно, что мы делаем? Берем, например, заходим в Google, вбиваем запрос «Ремонт квартир», ну, к примеру, смотрим сайты, которые находятся в топе, копируем URL. Дальше нам необходимо зайти в продвигатор, то есть мы заходим в продвигатор в аккаунт и вбиваем сайт конкурента, который мы выбрали в топе. Ну, по сути, это топ-2, первый, скорее всего, информационный сайт. Собственно, что мы смотрим в продвигаторе? Нам в первую очередь важно посмотреть страницы с наибольшей видимостью, то есть на эти страницы заходят больше всего запросов. И, собственно, мы смотрим запрос «Ремонт квартир». И при нажатии на данный запрос мы сможем подсмотреть семантику, вот, например, запрос, самый ВЧ-запрос «Ремонт квартир», топ-1. Ну, я зашел здесь без режима инкогнито, поэтому, скорее всего, сайт находится в топ-1. И смотрим варианты ключевых слов, которые мы можем посмотреть для использования продвижения своего ресурса. Что мы делаем дальше? Дальше мы подсматриваем сейчас основные страницы, которые, как бы, по индексу показывают больше всего трафика. И берем эти страницы себе на заметку. Дальше создаем под них отдельные лендинги, прокачиваем и получаем нужный результат. Собственно, так мы делаем по кругу. То есть, что значит по кругу? Ну, подсмотрел один сайт, можно проанализировать топ-10 сайтов. А может, есть сайты, которые не по самым высокочастотным запросам находятся в топе, а в среднечастотным. И у них есть какая-то интересная семантика. То есть, собственно, мы эту семантику добавляем. То есть, мы смотрим, какие страницы больше. Вот, например, страница «Цена». Ну, да, здесь маленькое количество запросов. Но очень часто можно найти именно интересные запросы, которые дают трафик и довольно-таки быстро сделать результат. Ну, вот самый простой пример. Ну, на опыте блога SeoProfi берем сайт divaka.ru. То есть, это блог Сергея Кокшарова. Он очень популярный блог. И мы смотрим, что здесь 301-ый редирект дает больше трафика, чем главная страница. Собственно, когда мы кликаем, мы видим такие запросы, как 301-ый редирект, уже видите, второе место и так дальше. То есть, что мы сделали? Мы подсмотрели такие запросы, сделали аналогичную статью, но немного свежее. Плюс добавили инфографику. Ну, немножко добавили своего. То есть, наш технический SEO-шник написал. И в итоге получаем, в принципе, трафик по этому запросу. То есть, ну, не обязательно делать все топ-1 по этим словам. Нужно делать все аккуратно. Но в нашем случае делалось практически все за счет контента. Поэтому смотрим топовые страницы. Смотрим, насколько эти запросы нужны именно вам для продвижения и будут ли они конвертироваться. Я больше за то, чтобы смотреть не информационные запросы, как в нашем случае, а запросы, которые связаны именно с коммерческой направленностью. Это все. Есть вопросы, задавайте в комментариях. До новых встреч.